Теперь мы услышим от Михаила Дель-Ягина о глобальной кризисе, почему человек нужна Россия. Я хочу коротко описать сегодняшние проблемы, которые стоят перед современным миром. Прежде всего, нужно понимать, что современные экономические проблемы – лишь частное выражение системного кризиса человечества, которое в настоящее время меняет весь свой облик. Главное, как обычно, происходит вне экономики. Это коренное изменение отношений человека, как биологического вида и как части ноосферы, со всей остальной природой, как неживой, так и, возможно, включающей в себя неощущаемое нами, но, тем не менее, наше коллективное сознание. С одной стороны, мы попадаем под закон сохранения рисков. В замкнутой системе минимизация индивидуальных рисков повышает общесистемные риски, вплоть до слома и саморазрушения системы. Мы видели это на американском фондовом рынке. Там система деривативов сделала риски инвесторов в первоклассные корпоративные облигации на порядок более низкими, чем риски эмитентов. Индивидуальные риски были минимизированы, общий потенциал рисков был загнан на системный уровень, и система разрушилась на наших глазах. Но то же самое мы наблюдаем и в совершенно иных и очень разных сферах. Мы видим это в педагогике, где стремление избавить детей от опасностей порождает пассивность и инфантильность целых поколений. Мы видим это в медицине, где спасение больных детей разрушает генофонд развитых стран. Поскольку мы люди, мы не можем остановить нарастание этих рисков и обречены поэтому на их стихийную, то есть разрушительную реализацию. С другой стороны, с началом глобализации развитие технологий сделало наиболее прибыльным из общедоступных видов бизнеса формирование сознания. Наиболее прибыльный из общедоступных – это означает наиболее массовый. Главным делом человека становится уже не изменение окружающего мира, а формирование собственного сознания. В результате меняется сам образ действия человечества. За всю нашу историю подобного перехода еще не было. Сознание человека превращается в объект интенсивного и хаотичного воздействия. Возникает огромное количество обратных связей, из-за которых мир становится менее познаваемым. Снижение познаваемости мира повышает спрос на мистику, снижает потребность в науке, а значит и в образовании. Образование врождается в результате в инструмент социального контроля. Начинается архаизация человечества, его дегуманизация, скатывание в новое средневековье. С сугубо экономической точки зрения это можно объяснить приспособлением социальных отношений на всех уровнях, от семьи до надгосударственного глобального уровня, которые соответствуют уходящим индустриальным технологиям, к новым постиндустриальным технологиям. На первом этапе эти новые технологии информационные, затем, вероятно, придет очередь биологических. Но вернемся к экономике. Глубина мирового финансового кризиса недооценивается из-за игнорирования его фундаментальной причины – исчерпанности модели глобального развития, созданной в результате уничтожения Советского Союза. После победы над нами в Холодной войне, Запад эгоистично перекроил мир в интересах своих глобальных корпораций, лишив для недопущения конкуренции с этими корпорациями освоенные территории возможности нормального развития. Но это ограничило сбыт самих развитых стран. Создав кризис перепроизводства. Правда, в первую очередь, это кризис перепроизводства не традиционной продукции, а продукции информационных и управленческих технологий, направленных на изменение не вещей, а на изменение человека и управления им. То есть хай-хьюма, а не хай-тека. Инстинктивно нащупанное в качестве выхода из этого кризиса стимулирование сбыта кредитованием неразвитого мира вызвало в 1997-1999 годах кризис долгов, который бумерангом ударил по США в 2000-2001 годах. США вытащили из себя и мировую экономику, стержнем которой они являются, из рецессии двумя основными стратегиями. Первая – накачка рынка безвозвратных апотечных кредитов, перестала работать в сентябре 2008 года. Вторая стратегия поддержки экономики США – это экспорт нестабильности, который подрывает конкурентов и внуждает их капитал и интеллект бежать в тихие гавани Запада. Рост нестабильности оправдывает рост военных расходов в самих США, стимулирующих экономику и технологии. Это военное кенсианство, которое эффективно применялось еще Рейганом. Реализованная в 1999 году в Югославии против еврозоны, эта стратегия исчерпала себя уже в 2003 году в Ираке. Однако «Арабская весна» и террористическая война против Сирии свидетельствуют о вырождении стратегии экспорта нестабильности в опасный и для самих США экспорт хаоса. Они больше не пытаются контролировать дестабилизируемые территории, став катализатором глобального военно-политического кризиса. По доктрине Обамы, которая сменила доктрину Буша, надо действовать чужими руками, тратить ресурсы своих сателлитов по НАТО, а не свои, и не американизировать незападные общества, а погружать их в самоподдерживающийся хаос, который позволяет контролировать их ресурсы малыми силами. Именно этим вызван союз с исламскими террористами, над которыми работала еще Чейня, и который стал очевидным в Ливии и Сирии. Однако в финансовом плане возможности этой стратегии представляются недостаточными для поддержания должного спроса на доллар и, соответственно, для сохранения статус-кво. Сегодня Запад пытается не повысить свою конкурентоспособность, но просто запихнуть мир обратно в прошедшие навсегда 90-е и 2000-е годы, когда под прикрытием разговоров о глобализации и гуманитарных интервенциях почти везде, в том числе в Восточной и Южной Европе, сложился, по сути дела, новый колониализм. Это значит, что Запад утратил стратегическую инициативу, которую пока некому подобрать. Органическая неспособность США поступится даже малой частью текущих интересов ради урегулирования своих собственных стратегических проблем. Их поистине убийственный эгоизм буквально выталкивает на сцену мирового развития новых участников. Евросоюз, Китай, если у нашего руководства хватит интеллекта, то и Россию, и кладет конец пакт с Американом. Насколько можно понять, интеграция человечества вновь, как в начале XX века, превысила возможности его управляющих систем. И теперь человечество вынуждено уменьшить ее глубину, отступив назад и частично восстановив управляемость за счет примитивизации. С другой стороны, сугубо экономическое содержание современного кризиса – это загоневание глобальных монополий. Глобальный рынок ужасен тем, что на нем нет источников внешней конкуренции. Технологический прогресс, который может быть другим источником конкуренции, тормозится самими глобальными монополиями, в том числе злоупотреблением правом интеллектуальной собственности. Но, что значительно более важно, он тормозится отсутствием значимых внеэкономических угроз. А без подобных угроз открытие новых технологических принципов, в отличие от их преследующей коммерциализации, попросту нерентабельно. Поэтому загоневание глобальных монополий будет нарастать, пока не привезет к срыву в депрессию. Мы можем мечтать о том, что закроем завтра инвестиционные банки. Но перед тем, как мы попытаемся их закрыть, инвестиционные банки закроют нас. Таково сегодняшнее соотношение сил. Из-за нехватки спроса единый глобальный рынок распродется на запутанную систему макрорегионов. Снижение масштабов рынков и, соответственно, уменьшение степени разделения труда приведет к утрате ряда технологий и, вероятно, к техногенным катастрофам. Макрорегионы будут вести между собой жесткую и хаотичную, культурную, политическую, хозяйственную и технологическую конкуренцию. Примерно как в межвоенный период между Первой и Второй мировыми войнами. Формирование макрорегионов ограничит всевластие и, соответственно, загнивание глобальных монополий. При всей их мощи их доступ в чужие макрорегионы будет ограничен. Именно поэтому данный сценарий неприемлем для глобального управляющего класса и ближе всех стоящего к нему руководства США. Для них лучше погрузить потенциальные макрорегионы в хаос, чем дать им обособиться от контролируемых глобальными монополиями глобальных рынков. Тем не менее, равновесие, вероятно, будет временно достигнуто восстановлением биполярной системы с противостоянием США и Китая при еврозоне, Японии, Индии и, возможно, России в качестве сдерживающей остроту этого противостояния силы. Это будет в политике. В экономике сложится поливалютная система. Будет несколько валютных зон, которые будут иметь свои резервные валюты. Однако фундаментальная проблема современного развития заключается не в эгоизме США, не в нехватке ликвидности, не в кризисе долгов, но в отсутствии источника экономического роста США, а с ними и всей мировой экономики. Ничто не смягчит кризис перепроизводства продукции глобальных монополий и не создаст новый экономический двигатель взамен разрушившихся. Это означает, что из кризиса мировая экономика выйдет не в восстановление, но в депрессию, длительную, достаточно тяжелую. Эта депрессия, как и Великая депрессия, начавшаяся в 1929 году, будет порождать войны, но войны долгое время не будут выходом из нее, так как не будут вести к объединению разделенных макрорегионов и тем самым к снижению уровня монополизма внутри них. А ситуацию усугубляет такой неэкономический фактор, как распространение и совершенствование компьютеров, которые являются олицетворением формальной логики. Оно уравнивает нас по доступу к формальной логике, и конкуренция между людьми и коллективами уже сейчас постепенно начинает вестись на основе нелогического, но внелогического, то есть творческого и мистического мышления. В силу неумения их воспитывать с той легкостью, с которой мы воспитываем способность к логическому мышлению, это сделает конкуренцию более биологической и менее социальной, чем мы привыкли считать приемлемым. Это усилит тенденцию к снижению социальной значимости знания и качества специалистов, что грозит техногенными катастрофами из-за неспособности обслуживать существующую инфраструктуру. Рост мистического мышления, ужесточение глобальной конкуренции, формирование глобального управляющего класса, который, не имея ни избирателей, ни долгоплательщиков, ни влияющих акционеров, принципиально свободен от ответственности, все это ведет к дегуманизации общества. А распространение информационных технологий ведет к кризису управления, включая кризис традиционной демократии, которая перестает работать на наших глазах. Исчерпанность либеральной и, более того, в целом, рыночной парадигмы стала очевидной, начиная с валютного кризиса неразвитых стран в 1997-1999 годах. Современная рыночная парадигма подразумевает, что человек живет ради наживы, а либеральная – что государство должно обслуживать глобальный бизнес, а не свой народ. Одно из проявлений этой исчерпанности либеральной и рыночной парадигмы – ликвидация среднего класса, которому переживаем во всем мире. С одной стороны, если долгов слишком много и увеличивать денежную массу больше нельзя, глобальные монополии начинают сокращать издержки. Это означает сокращение потребления населения, которое потребляет рыночных благ больше, чем производит. Да, конечно, оно может производить нерыночный по своей природе человеческий капитал, но на рынке это никого не волнует. А это население и есть средний класс. С другой стороны, сверхпроизводительные постиндустриальные технологии делают средний класс попросту лишним. Глобальные монополии уничтожали его в Африке, Латинской Америке и на постсоциалистическом пространстве. Сегодня они уничтожают его в ядре капиталистической системы – в США и в развитых странах Европы. Обнищение среднего класса развитых стран, пресловутого золотого миллиарда, не спасет от кризиса, но переводит этот кризис в новую, постэкономическую и постдемократическую плоскости. Ведь демократия существует от имени и во имя среднего класса. После его гибели она выродится в новую диктатуру на основе формирования сознания. Это завершит процесс расчеловечивания, отказа от цивилизации. Мы увидим, как Запад откажется от суверенитета самосознания личности, этого главного достижения еще эпохи просвещения, и вернется в средние века, может быть, через бедствия, которые будут ломать психику общества и индивидуума. Первый шаг к этому сделан и сделан достаточно давно. Декартовское «я мыслю, значит, я существую» заменено. Но даже не более чем комфортной для личности формулой «я потребляю, значит, я существую», но исключительно прямо служащей бизнесу и только ему формулой «я покупаю, значит, я существую». Мы сталкиваемся с огромным количеством людей, которые покупают, но не потребляют. Они покупают, чтобы получить подтверждение своего существования. Это смена массовой психологии. С другой стороны, реклама внушает нам, что изменение этикетки на вещи повышает ее цену в несколько раз. Это значит, что массовый обмен уже стал неэквивалентным. А неэквивалентный обмен – это грабеж. Если грабеж стал нормальным явлением, традиционного рынка больше нет. И это естественно, потому что обнищение среднего класса лишает современную экономику ее фундамента – спроса. А экономика без спроса есть уже не рыночная экономика. С другой стороны, системная утрата собственниками крупных корпораций, контроля за их собственными топ-менеджерами, строго говоря, отменяет частную собственность, да и капитализм в его классическом понимании. Таким образом, традиционные демократии и рынок закончились, просто мы этого еще пока не признаем. Кризис демократии, развитие глобального управляющего класса, осуществляющий внешнее управление по отношению ко всему, не входящему в него человечеству, способствует возрождению скрытых, орденских по своей природе систем управления, как в Средние века. Они действительно аккумулируют знания. Однако скрытое знание в силу его природы умирает, неименуемо вырождаясь в ритуалы. Поэтому надвигающийся на нас и предвкушаемый частью глобального управляющего класса компьютерных Средневековья будет оставаться компьютерным весьма недолго. Таким образом, нас ждет болезненная и глубокая архаизация, сопровождаемая значительными жертвами своего рода падения в новые темные века. Такова вполне очевидная тривиальная тенденция и перспектива. Мы не знаем, удастся ли человечеству избежать катастрофического движения по этому пути, но должны прилагать все силы для решения этой задачи. А надо уедино. Во-первых, сохранить технологии и продолжить технологический прогресс, несмотря на сужение рынков и, соответственно, снижение степени разделения труда. И, второе, сохранить гуманизм, остановив общую дегуманизацию. Возможно, это местечковый взгляд, но мне представляется, что Россия, даже в сегодняшнем ее состоянии, является единственной частью человечества, которая, в принципе, способна решить эту задачу. И, кстати, всем здоровым силам человечества стоит ей помочь в этом, потому что быть способным еще отнюдь не значит свою способность реализовать. С одной стороны, в рамках советского военно-промышленного комплекса был создан колоссальный, во многом сохраненный и даже развитый в последние годы задел сверхпроизводительных технологий, которые отличаются от традиционных технологий дешевизной, простотой и эффективностью. Сегодня они блокируются монополиями, но после их краха в условиях глобальной депрессии эти технологии способны сохранять высокую рентабельность даже на очень узких рынках. С другой стороны, русская культура принципиально гуманистична в силу исключительного значения для нее стремления к справедливости. Благодаря этому мы воспринимаем эффективность с точки зрения общества, а не эффективность с точки зрения отдельной личности или фирмы. Благодаря этому мы готовы жертвовать своими интересами ради справедливости, которая во многих культурах является совершенно абстрактным понятием. Это является залогом как коллективного выживания, так и сохранения гуманизма. Наконец, русская культура носит принципиально мессианский характер. Ее носители не живут без сверхзадачи даже в условиях высокого комфорта. Строго говоря, это общая особенность человечества как биологического вида, игнорирование которой и создал демографический кризис сегодняшнего Запада. Людей поместили в очень комфортные условия, отобрав у них сверхзадачу, и люди немедленно перестали размножаться. Но носители русской культуры способны самостоятельно продуцировать эту сверхзадачу, причем как в комфорте, так и находясь на грани гибели. Это позволяет России всерьез пытаться искать выход из ловушки, в которой находится современное человечество, на пути своего рода технологического социализма, который сочетает гуманизм и развитие технологий в рамках соединяющего людей общего дела. Спасибо. Аплодисменты Аплодисменты